Подольск, Химки, Дмитров, Воскресенск и другие. Круглый стол по вопросам развития молодежных СМИ в регионе собрал руководители медиа. Модератор встречи, председатель областного союза журналистов Наталья Чернышева. Наша отечественная журналистика корнями своими вышла из литературы. Понимаете, это означает, что наша традиция – это журналистика мнения, а западная журналистика – журналистика факта. Диана Ларионова, автор проекта «Школа журналистики» из города Пущино, поделилась своим опытом. Ее ученики неоднократно становились победителями различных конкурсов мастерства. Сейчас мы с моими ребятами осваиваем новую платформу «Лангрид». Девочка у меня планирует связать свою жизнь с журналистикой, мы подготовили такой проект. «Лангрид», наверное, многие знают, новый способ подачи информации в интернете. Как известно, длинный текст в сети не приветствуется, так как многие приходят быстро взять как можно больше информации. И «Лангрид» – это не сплошной массив текста, а такой комплекс с видео, фотографиями. Во многих городах Подмосковья в редакциях газет и на телеканалах проходит обучение начинающих Акулпера. В Российском Союзе координирует работу с молодыми журналистами Роман Серебряный. Как привлечь молодых журналистов к работе, к Союзу? Как, чтобы они вступали? На самом деле, наверное, только что-то делая, проводя совместные мероприятия, показывая, что только вместе мы можем соорганизоваться, поддержать письмом, обращением, контактом. Редактор Воскресенского телевидения и режиссер молодежного проекта «Аутвук» Екатерина Иванова подчеркнула необходимость работы с подрастающим поколением в сфере обучения азам-журналистского мастерства. Это очень важно, чтобы мы действительно обменялись опытом. Нам важно послушать вас, услышать вас и проникнуться вашими проблемами, вашими задачами и, скажем так, тем, что вас волнует и беспокоит именно сегодня. Молодежный проект Воскресенского телеканала, мы его создали с нуля, молодежный проект «Аутвук». И именно хотели этим самым сказать о том, что у нас сейчас ребята находятся не только в интернете, как многие думают, но и телевидение тоже смотрит. А привлечь к своему телеканалу внимание именно молодежную аудиторию, вот была наша основная задача, рассказать именно о жизни молодежи, чтобы рассказывала сама молодежь. Руководитель проекта «Объединение молодых журналистов в Подмосковье» Екатерина Иванова вышел с инициативы создания еще одного проекта. С нового учебного года на базе Воскресенской первой гимназии начнет работу школа телевидения. Участники круглого стола поддержали эту идею. Кем бы вы ни стали потом, врачами, инженерами, строителями, неважно, работа с информацией ей будет способствовать вашему успешному карьерному росту. Журналисты обсудили вопросы развития молодежных СМИ в Подмосковье, заострили внимание на проблемах, в том числе коснулись темы защиты информации. Активное обсуждение вызвало выступление председателя некоммерческого партнерства Александра Бражникова. В завершении встречи принято решение о создании единой информационной площадки для обмена опытом и помощи юным журналистам в вопросах обучения и становлении в профессии. Дарья Иванова, Воскресенские вести. Дарья Иванова, Воскресенские вести.